Привет, ютуберские! Я к вам с этим видео, в котором буду рассказывать свои впечатления о матче Спартака с Локомотивом и с несколькими анонсами. Во-первых, как вы уже знаете, сейчас все лайв-трансляции, все лайв-обсуждения по горячим следам проходят на Твиче. Ссылка на Твич будет в описании к этому ролику. И если вы хотите присоединиться к обсуждению, советую вам зарегистрироваться на Твиче и приходить на трансляции. Это довольно весело, довольно интересно. Мне кажется, у нас получается создавать довольно интересный контент, в котором мы многое говорим про Локомотив и многое обсуждаем про Локомотив. Эти ролики, вот такие ролики, как то, что я буду делать сейчас, они тоже будут выходить, но они будут выходить по мере возможности. Если у меня будет время, это точно не будет, например, после матча Лиги Европы, после матча чемпионата, которые не будут, например, в понедельник играться. Тоже постараюсь записывать, но они будут короткими, они будут чисто в рамках послематчевого короткого комментария. А там у нас все-таки достаточно пространное обсуждение, ответы на вопросы и все такое. Для того, чтобы не пропускать эти трансляции, я создал анонсовые каналы в Телеграме и в Твиттере. Ссылки также будут в описании, поэтому можете подписываться и следить. Я буду там давать ссылки на все, что я делаю на трансляции, на видосы, на какие-то тексты, которые пишу в Boosty, на тексты, которые, может быть, пишу еще где-то. Ну, не важно. Все, что я делаю, я буду давать ссылки в эти два источника. Поэтому подписывайтесь. Ну, а теперь, собственно, перехожу к впечатлениям по матчу со Спартаком. Тем более, что матч получился прям супер огненный. Очень много у меня эмоций. И я вижу то, что эти эмоции, они сильно не совпадают с тем, что говорят другие, пишут другие люди в комментариях. В том числе, в том, что мне писали как раз на лайв-трансляции, то, что я читаю в Телеграме. И я вижу то, что люди очень сильно бомбят по поводу матча Спартак-Локомотив. О том, что Локомотив не дожал Спартак. Локомотив играл в большинстве, должен был все это делать. И обыгрывать красно-белую помойку, как это вот пишут. Мне кажется, это все довольно странно. Потому что Локомотив-Спартак на заказ, на открытие арены в принципе не побеждает. И последние победы были очень давно. И это не были уверенные победы. Везде чаша весов могла склониться в одну или в другую сторону. Поэтому, да, Спартак сейчас, наверное, находится не в лучшей своей форме. Но и не в худшей своей форме. И состав у них, в общем-то, очень даже приличный. Локомотив имеет огромные проблемы. И в матче со Спартаком были очередные огромные проблемы. И только мы получили обратно Камано. Но только мы получили обратно Куликова. Как пропала напрочь вся молодежь из состава. Исчез Бабкин, исчез Петров. Так и не поправился Тикнезян, не поправился Пабло. И очень много, очень много народу у нас не было. Из людей, которых не было на этом матче, можно в принципе составить отдельную команду. Вполне себе неплохую. И вполне претендующую на что-нибудь в российской премьер-лиге. Но даже с учетом всех этих потерь, Локомотив выставляет нормальный состав, который может играть со Спартаком. И первый тайм со Спартаком играет очень здорово. Гильерми в воротах. Сегодня у него практически не было работы, потому что Спартак и не бил по воротам. У него там минимальное количество ударов в створ. Но в единственном ударе, который стоило отразить, который нанес Наил Умяров, Гильерми, как мне кажется, сплоховал. Все-таки удар был достаточно издали. Он не был очень сильным, но он получился очень точным. И от штанги залетел в ворота. По-моему, немножко Гильерми запоздал со своим прыжком и не вытащил этот мяч. Видимо, поздно мяч вылетел из-за спин защитников. И там нужно было его накрывать. Федор Смолов мог его накрывать. Защитники как-нибудь получше могли ногу подставить, чтобы мяч до Гильерми не дошел. Но в итоге он вылетел из-за спин защитников и влетел в самый уголок. А Гильерми, по сути, вот в единственном моменте, в котором нужно было сыграть здорово, не сыграл. Но, правда, был еще один момент, когда Сойболев бил в упор. Но он бил практически по центру. И там Гильерми должен был этот мяч потащить, зафиксировать. Атаки быстро старался начинать, но мало что получалось. Ну, в общем, такая вот средне-плохая игра Гильерми. В матче с Глутасараем он играл гораздо лучше. У него было несколько моментов, которых нужно было спасти. И он спасал. Большой молодец. Правый защитник сначала это был Живоглядов. И это был тот самый Живоглядов, которого мы все прекрасно знаем. Не очень хорошо впереди, не очень хорошо сзади. До поры до времени ему удавалось справляться с промисом. Но затем он получил желтую карточку за откровенное просто срыв атаки. Но потом его заменили на Сильянова, потому что стало казаться то, что еще чуть-чуть и Живоглядов удалят. Не получалось у него справляться с промисом. Он уже стал просто бояться идти в какие-то отборы, жестко ставить ногу и все такое. Поставили Сильянова. Сильянов ничем вообще не запомнился. Было пару отборов, было пару передач вперед. Но в целом такое ощущение, что за Сильянова очень сильно Баринов отрабатывал на правом фланге обороны. А сам Сильянов просто как бы был в этом матче, заменив Живоглядова. Но и не порол. Просто так его тоже никто не проходил. Какого-то проходного двора в нашу штрафную с Сильяновым не появилось. Два центральных защитника. Это Баринов и Едвай. И по-прежнему все те же самые разговоры, которые я вел про Баринова, они остаются. Это Баринов хороший полузащитник и не очень хороший центральный защитник. И в матчах, в которых ему приходится с позиции центрального защитника идти в полузащиту, мне кажется, на пользу ему не идут. Он не может никак перестроиться и начать играть в прессинг, который нужен для центрального полузащитника в наших схемах. А как центральный защитник он очень часто выкидывается и оказывается то, что делает это зря. Особых ошибок не совершал. Нельзя ни в чем как-то сильно упрекнуть Баринова. Получил желтую карточку в центре поля, когда его перевели уже в полузащиту. Но там большие вопросы к судейству. За что была дана эта желтая карточка? Почему она не была дана, например, Мозесу, который наступал сверху на колено Баринова в этой ситуации? Но про судейство, наверное, это нужно отдельный ролик делать. И Спартак, я думаю, сильно недоволен Сиденковым. И я очень сильно недоволен Сиденковым. Это просто отвратительное судейство, отвратительный судья, который запорол очень сложный матч. И я не понимаю, как такого судью, у которого 13 матчей на взрослом уровне, на уровне российской премьер-лиги, как его ставят на дерби Спартак-Локомотив. Я просто не могу этого понять. Едвай тоже сдурил. Едвай тоже пропустит следующую игру. Зачем-то он полез к судье после окончания игры, имея желтую карточку, которую получил тоже за разговоры. Полез к судье, наговорил ему лишнего. Его Баринов отодвинул. Судья не хотел ему показывать вторую желтую. Он снова пришел. И уже потом после этого показали желтую и удалили. Следующий матч он пропустит. Зачем это нужно было едва, непонятно. Но что сделано, то сделано. Сам матч едвай провел хорошо. Достаточно много отборов совершил. Практически не пускал игроков Спартака в штрафную. Но вообще у Спартака не было больших моментов, кроме гола и кроме удара Соболева. По большому счету Спартак ничего не создал. Были попытки с фланга простреливать, навешивать. Все это очень легко снималось. Очень жалко то, что мы этот гол пропустили. Это глупый и совершенно ненужный гол. На левом краю очень классно отыграл Максим Нинахов. Для меня это откровение. Я ждал, когда же появится Нинахов на левом краю. Потому что мне кажется, мы его и брали как игрока на левый край. Только почему-то не использовали. Попробовали Рыбчинского, попробовали Серьянова, попробовали Текнезяна с Рыбусем. Но не Нинахова. И вот сейчас на Спартак поставили Макса. И мне очень понравилось. Это было очень дисциплинированно. Это было очень качественно. Ни разу он не позволил закинуть мяч себе за спину. Оставить какое-то пространство. При этом подключался вперед, при этом забегал, помогал Камано как мог. Начал, собственно, своим пасом атаку, которая привела к голу пасом на Камано. В общем, мне очень понравилось. А потом его еще перевели в центр после того, как выпустили Рыбчинского. Он еще и в центре хорошо сыграл. Причем, как мне кажется, за эти 9-10 минут, которые у него были, он сыграл лучше, чем Баринов. Потому что он возвращал владение, давал мячи вперед для построения наших атак. Вот эти 9 минут, когда вышел Рыбчинский, Нинахова поместили в центр. Мне кажется, вообще очень хорошие вышли у Локомотива. Да, мы перестали бояться за то, что можем пропустить. Там было пара стандартов. Но в целом Спартак перестал давить на наши ворота. А мы, наоборот, несколько атак провели и даже могли забить в какой-то из них. Дальше центр поля. Мы Радишвили и Куликов. На Куликова свалилось очень много критики и до этого матча, и, к моему удивлению, даже по этому матчу. Но в целом мне понравилось, как вышел Куликов. Было боязно, но он справился со своей задачей. Во многом потому, что центр поля у Спартака играл очень слабо. Но со своей задачей Куликов справлялся. Он возвращал владение, отдавал дальше на фланг или отдавал дальше куда-то людям, которые будут развивать. Там же Малединову, Камано. И, ну, мне понравилось. Мне понравилось. В какой-то момент я немножко списал Куликова как боевую единицу для Локомотива. Но сейчас можно понять то, что в целом даже на такие матчи, как Сапратако, конечно, он не будет звездой. Конечно, он не будет лидером и не будет тащить Локомотив вперед. Но со своей задачей справиться можно это делать, если вокруг него будут ребята, как Бека или Марадешвили. Марадешвили, к сожалению, не мог сегодня сыграть весь матч. И, как и Бека, Марадешвили очень быстро вписался в состав Локомотива. И сейчас очень тяжело представить Лока без кости. Локомотива очень моторный, очень настырный. Постоянно пытается внутрь чужую штрафную залезть. В чужую штрафную пытается залезть и создать какую-то опасность. При этом в центре поля его тоже так просто не пройти. Но он получил желтую карточку. Он очень устал за этот отрезок, в котором он практически играет от корки до корки. И получил свою желтую карточку и пропустит игру с Ахматом. Но вернется Бека. Так что, наверное, будет размен нормальный. Но мне очень нравится этот парень. Мне очень нравится, как он вписался в наш коллектив. И я думаю, что у него достаточно большое будущее в нашей команде. Впереди у нас появился Камано. И это классное для нас усиление. Боялся я то, что Камано после травмы будет немножко вялым, немножко неактивным. Но сегодня это был единственный человек, который в атаке бегал и играл и в первом тайме, и во втором тайме. Потому что во втором тайме напрочь пропал из игры Керк, напрочь пропал из игры Смолов, напрочь пропал из игры Жамалединов, которого и в первом тайме, в общем-то, не было. А Камано бегал, Камано старался. Камано был нашей единственной надеждой на то, что после того, как Спартак отыгрался, что мы забьем еще. Потому что у Камано были моменты. Он старался, он нагнетал, он пытался что-то сделать. К сожалению, удары до ворот Сельхова так и не долетали. Но в целом пятерка Камано за этот матч, за матч с Голтосараем, где он забил гол. Очень здорово, что он вернулся. И тройка Керк-Смолов-Камано это большое подспорье для нас в следующих матчах. Я думаю, что и Ахмату, и Арсеналу, и Уфе, и с кем мы там еще играем, им будет тяжело против этой тройки, если они будут в хорошем физическом состоянии. Рифаджи Малединов мне сегодня категорически не понравился. К сожалению, в матчах, в которых есть плотная игра с Рифаджи Малединовым, он выпадает. Ему нужно время для того, чтобы сделать передачу. Это прямо видно в нескольких моментах, что можно уже отдать передачу. Но он делает еще один шаг, и в этот шаг его уже накрывают. Очень симптоматично это и в матчах со Спартаком, с Голтосараем было. А если ты лидер команды, коим является у нас сейчас Рифад, то ожидай, что на тебя будут по одному-двух человек отрежать чисто для того, чтобы накрывать твою там правую ногу. Рифаду нужно быстрее работать на поле, быстрее расставаться с мячом, быстрее принимать решение, чего у него пока нет. Керк наконец-то забил свой гол, распечатал ворота. Я думаю, что теперь он почувствует уверенность, тем более в дерби, тем более со Спартаком. Долго у него мяч в ворота не летел, но сегодня он сделал прекрасный рывок. Сегодня он подставил ногу, прошил Селихова. Большой молодец. И в целом я верю в Керка. У него отличные показатели статистические. Он все правильно делает на поле. Не хватало только завершающего удара, который у него тоже были, но почему-то катастрофически не везло. Но Керк провалил напрочь второй тайм. Я не знаю, с чем это связано, но ему не давали передач. Он сам не открывался. Не было никаких забеганий, не было открываний в свободной зоне. То, что делал Камано регулярно и получал передачи, Керк не делал вообще. Он не помогал обороне практически. У него мало очень отборов, перехватов, всего такого в втором тайме, что было очень нужно. И не цеплялся за какие-то дальние выносы. То есть второй тайм Керк провалил. И я думаю, что это связано с его физической формой. Было видно, как он угас во втором тайме с Галтосараем. Ну и в матче с Спартаком. Тем более вот во втором тайме уже силенок вообще не хватало. Так что эти две недели, которые он сейчас проведет в Локомотиве, восстановятся. Не надо будет играть. Я думаю, что Керк будет еще лучше. И опять же для нас это огромное подспорье в матчах против соперников, которые более низкого уровня, чем Сочи, чем Рубин, чем Спартак, с которыми мы сейчас играли. Да, следующий отрезок у нас в чемпионате попроще. Но, к сожалению, прошлый наш простой отрезок Николич провалил. И очень не хочется, чтобы его провалил Гиздель. Будет все равно тяжело и нужно вскрывать. Ну и Федор Смолов, который вернулся в стартовый состав, к сожалению, это наш главный центральный нападающий. Он в тысячу раз лучше, чем Лисакович. И все равно это не то, что нужно Локомотиву. И никак у него не получается перестроить игру. Он все время где-то на фланге, он все время где-то перед штрафной. В то время как ему нужно идти в штрафную, ему нужно получать передачи, ему нужно бороться за мячи. Но он все время где-то на фланге. Получает мяч Керк. Рядом с ним открывается Федор Смолов. А Керк смотрит и думает, ну блин, я же должен делать передачу в штрафную, а там никого. Смолов стоит в трех метрах от меня. То же самое Камано. Вот в моменте на гол Смолов берет и открывается где-то вообще в боковую линию. Камано делает передачу в центр на Керка. Но хорошо, что Керк вбежал туда. Хорошо, что Керк опередил Айртона. Но по большому счету эта передача не должна проходить, потому что защитникам легко против такого обороняться, если нету отвлекающего фактора в лице Смолова. Увы, увы, никак не может Смолов найти вот эту свою игру. Никак Смолов не может начать приносить пользу Локомотиву в новой реальности. И в сентябре не мог в старой реальности, и в октябре не может, в ноябре пока у него ничего не получается. Я очень надеюсь, что, ну, донесут до него тренеры, донесут до него аналитики, коих у нас теперь миллион. Как нужно играть, как нужно помогать Камано и Керку в схеме 4-3-3 забивать, как он сам будет забивать. Но то, что он делает сейчас, абсолютно бесполезно. К сожалению, увы, ключевые передачи это, конечно, хорошо. Передачи это хорошо в принципе. Но от Смолова здесь сейчас нужны другие вещи. Как я уже сказал, Локомотив провел два совершенно равных тайма. Если в первом тайме Локомотив показывал тот самый прессинг, и у Спартака ничего не получалось, они не могли выйти в атаку, они не могли дойти до наших ворот, то во втором тайме Локомотив стал играть в тот футбол, в котором мы играли в сентябре-августе. И в некоторых матчах он приносил нам успех, в некоторых не приносил нам успех. Не принес, собственно, и сейчас, зачем, и как это было нужно, зачем это происходило, и кто дал команду делать вот именно так, непонятно. Подозреваю, что просто устали. Об этом говорит и Гиздаль. И просто вот вместо того, чтобы выполнять установку, выполнять те требования, которые предъявляются на тренировках, предъявляются тренерским штабом, они просто стали играть вот в тот простой футбол, в который не нужно много концентрации, не нужно много бегать, можно просто встать сзади, экономить силки и отбиваться на контратаках. Но, к сожалению, когда ты так играешь, ты получаешь много атак на свои ворота, а когда ты получаешь много атак на свои ворота, нет-нет, да и залетит какая-нибудь шальная дичь. Опять все то же самое, что много раз я говорил по матчам с Николичем, что вот какой-то дурак нам залетел, вот какой-то рикошет. Ну, а так оно и бывает, потому что мы дали слишком много пространства Спартаку, мы дали слишком много им делать, а ведь мы были в большинстве. И в целом не должны были отступать от Спартака, который, в общем-то, тратил больше сил, чем мы. Увы, нету скамейки нормальной, увы, нету возможности усиливать игру, увы, нету центрального нападающего, который бы тревожил соперника и заставлял его меньшими силами идти вперед. Это данность. С этим надо жить, с этим мы будем жить как минимум до зимы, поэтому сейчас главное не отпускать Зенит. Нам пока получается не отпускать их дальше 5 очков, не получается, правда, и приблизиться к ним на расстояние ближе, чем 5 очков, но, по крайней мере, не отпускаем их. И если сейчас вот этот вот отрезок с четырьмя матчами пройдем хорошо, то думаю, что за зиму мы поработаем, и весной будет чуть проще догонять Зенит. Но в целом, в целом ничего страшного не произошло. В целом результат 1-1 абсолютно рабочий. Кто смотрел стрим на ютубе, думает, прекрасно помнит то, что я именно 1-1 в этом матче и предсказывал. Так что едем дальше. Нужно лечить травмы, нужно устанавливать физику, нужно быть свежими к матчу с Ахматом. У нас там огромное количество дисквалификаций, но при этом все равно есть игроки, которые смогут сыграть. И это хорошие, качественные футболисты, так что с Ахматом мы должны играть с позиции силы. Получится ли? Посмотрим. Но в будущее сейчас смотрю с большим оптимизмом. Все. Приходите во вторник на Twitch, потому что будет интересная трансляция, будет интересный онлайн-подкаст с Иваном Коржем. Буду всех ждать, буду рад всех видеть на этой трансляции. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok